Добрый день! В прямом эфире программа «Тема дня» в студии Роман Быков. Ну что же, лето нас радует погодой. Да, вот эти несколько дней вроде бы какое-то похолодание, ну и хорошо, пусть дождик польет, какие-то грозы, но в целом лето в этом году очень даже хорошее. А что такое хорошее лето? Это прекрасная погода солнечная и, конечно же, теплая вода, к которой все начинают тянуться, чтобы искупаться, охладиться, просто провести время. А вода это, с другой стороны, как говорят спасатели в первую очередь, это фактор повышенной опасности, потому что всякие бывают случаи. И о том, как вести себя на воде вообще, где у нас вообще есть пляжи, где можно безопасно отдохнуть, об этом мы сегодня поговорим с производителем нашего замечательного управления МЧС. У нас в гостях Сергей Шлыков, руководитель Тверского инспекторского отделения ГИМС, Главного управления МЧС России по Тверской области. Сергей, добрый день. Вы можете нам звонить по телефону 3190, что вы думаете об организации отдыха на воде в нашей Тверской области, о том, что вы думаете о наших пляжах. А пляжах, в том числе и в Твери, конечно же, в Волосном центре, и не только. 3190 звоните, спрашивайте, если у вас есть вопросы или просто ваше мнение о том, насколько безопасно можно отдыхать на воде в Тверской области. Сергей, вообще есть какие-то данные, сколько у нас в Тверской области официальных пляжей, которые у вас есть в каком-то реестре? Потому что, к примеру, все мы знаем, что в Твери до сих пор этот наш городской центральный пляж, он ведь статуса не имеет официального. По официальной статистике у нас зарегистрировано 80 пляжей Тверской области. Сюда и включаются и детские купальни на реке Тмака и других в области. В Калининском районе, к примеру, в Ровеснике у нас, когда работает детский оздоровительный лагерь, то в это место мы официально его обследуем, водолазы обследуют и считаем его тоже как пляж. Основное количество официальных пляжей у нас концентрировано по реке Волга в Калининском и в Канаковском районе, где находятся турбазы, как можно их назвать. Они сейчас по-разному называются отели, турбазы, которые называют эти объекты. Ну, в том числе и на Шоши, где вот в месте впадения в реку Волгу и на Добице, там на реке, то есть вот это место концентрации. Ну и, соответственно, озеро Селигер и озеро Пена, то есть официально у нас там в основном пляжи. В городе Твери почему статус? Можно его тоже считать пляжем, но единственное, мы его не берем как официальный пляж, потому что место расположения само по определенным моментам не может соответствовать статусу пляжа, потому что у нас там находятся ливневки в первую очередь. Вот. И состояние воды не в полной мере соответствует установленным требованиям. Вот. Поэтому как пляж мы его не можем считать. Однако, что мы все понимаем, что жители все равно идут на Волгу купаться сюда. Оно оборудовано и спортивными, так сказать, площадками, и грибками различными. Вот. И с целью обеспечения безопасности городская администрация наша выставляет спасательный пост. То есть у нас дежурит катер со спасателями, которые имеют свой статус, прошли обучение, имеют соответствующие документы и средства спасения. Поэтому данное место, также мы, когда вот много народу собирается, выставляются буйки, чтобы вот люди понимали, что место заплыва обозначено, дальше туда нельзя. И судоводители, проходя это место тоже, видя, что находятся буйки, уже не пересекают эту линию. Вот. Поэтому город Твери, в принципе, тоже можно считать пляжем. Однако, много других мест в городе Твери несанкционированных, так сказать. Да. Где люди купаться гражданами. Да. Это и как и у Красинского моста на реке Тверца. И где пескобаза у нас располагается. Также на набережной, на Мигаловской набережной. То есть различных там мест несколько, где песочек есть, и люди туда приходят отдыхать. Сергей, вот перебью. Просто мне послышал, что в вашем голосе такие нотки озабоченности были, что есть другие места. То есть вас как бы эти места напрягают, что там люди отдыхают, а вы не рекомендуете? Ну, у нас люди везде. То есть, как бы, начиная... Люди сейчас на всех водоемах. Тем более, отдыхать, ну, местам отдыха, так сказать, мало в этом году, как поехал с последними вот этими событиями. И люди сейчас уже все тянутся, так сказать, в местных местах. Тем более, мест много. Мест много, да. И более того, у нас очень много приезжих гостей сейчас на территории Тверской области находятся. Это такие районы, как Сташков, как я сказал, это Селегиры. Кимры, наверное. Селегиры, Кимры, да, обязательно Калязин, очень тоже очень много места. И Конаковский район. Поэтому водоемы Тверской области, можно сказать, тем более такая жара, кипят. Ну, самое ужасное, если на водоемах люди находятся в нетрезвом состоянии. Вот что больше всего у нас бывает. Ну, об этом, да, мы еще поговорим как раз. Ну, вот тоже говоря о местах. А вот, к примеру, такие водоемы, как река Тьмак, у вас вызывают какое-то опасение? Или все-таки в силу того, что там течение небольшое и она мелкая? Вы знаете, в районе, к примеру, Пролетарской набережной очень любят люди отдыхать в районе Первомайской рощи. То есть, или там все-таки у вас более-менее спокойно за людей? А не может быть спокойно. У нас как раз и даже в прошлом году было два случая, когда на Тьмаке люди утонули. На Тьмаке? То есть, это вовсе не тихая зава. Не тихая зава, да. А при каких обстоятельствах летом, если утонули? Она вроде мелкая, сам там был не так давно. Там, что называется, курица перейдет в брод. В прошлом году именно утонул человек в нетрезвом состоянии. Он, причем, да, неадекватное поведение имел, разделся весной, причем, это было. Да, весной. Решил переплыть ее, одежду взял в руки, переплывал вместе с одеждой, чтобы не намочиться, и утонул. Ну, это пьяный был. Пьяный, да. Но основная масса, которая тонет людей, все равно это люди, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения. Редко, когда там силы не рассчитали или еще что-то. А так, безопасность, это пренебрежение безопасностью, то есть, это дальние заплывы, так называемые. У нас люди любят переплыть, например, в водоем. Еще по многу раз. Да, по многу раз, да. Некоторые силы не рассчитывают свои, поэтому может привести к печальным последствиям такие вещи. Некоторые пренебрегают, надеются, что ничего не случится, да, там прыгают с моста, что там у нас в прошлом году такие случаи были, да, что у нас люди... Ну, и в том числе и суицидные. Ну, суицид, это понятно, человек изначально хочет... В этом году у нас с моста спрыгнул уже вот на прошлой неделе с Красинского человека. Упался или пьяный? Потому что он в воду не попал, разбился так вот. То есть, думал, в воду попадет, упал на плиты там. Всякие вот такие вот случаи бывают, поэтому все зависит от поведения самого человека. То есть, что... Скажите, ну вот если возвращаться, вот то, о чем мы уже говорили, посты вот ваши, а вот остальные вот эти пляжи, пляжи, к примеру, у известных отелей крупных в том числе, которые есть в Тверской области Редисон, то же самое. Там тоже оборудованы? Там как раз оборудуют пляжи, да. Вот мы их можем и считать. То есть, это в районе вот по Волге, да, если ниже... На селе Гири, вы говорили. Да, вот в районе крупных турбаз, так называемых, да, они вот наоборот стараются как бы обезопасить, и вот эти места у нас как раз и являются пляжем. То есть, там есть подготовленный персонал, выставляются ограничительные зоны заплыва, раздевалки. Ну, и где-то там лучше оборудуются, где-то хуже же, злонги выставляются, ну и так далее. То есть, при отелях больше всего мест у нас именно, где мы более-менее спокойны. Самое главное, там есть спасатели. Да. Ну, и как бы и сами люди понимают, что здесь можно вести себя как бы... И сам контингент людей тоже приходит в эти места и ведут себя соответствующим образом, то есть, не хулиганят на воде. Ну, а если хулиганят, то должны все-таки спасти. У нас сейчас будет небольшая реклама, после которой как раз мне хочется вот выяснить у вас, кто такой человек, который спасает на воде. Что это, непосредственно человек вот в погонах, как вы там пришли? Или это может быть специально обоченный человек? Ну, а пока у нас реклама, не переключайтесь. Мы сегодня говорим об отдыхе на воде, где может Росколос отдохнуть и что при этом надо делать, чтобы не утонуть. Так, снова в эфире программа «Тема дня». В прямом эфире мы сегодня говорим об отдыхе на воде в Тверской области, о Тверских пляжах, о том, как себя надо вести, чтобы отдохнуть и вернуться домой живым и невредимым. И как раз хотел задать вопрос вот о спасателях на пляже. Кто эти люди, которые вот дежурят, как раз наблюдают за отдыхающими? Это непосредственно люди строго в форме? Это ваши сотрудники или как? Нет. Как раз сотрудники просто организовывают всю вот эту работу и осуществляют контроль за этой работой. А подготовку спасателей у нас осуществляет, как Восвод и Центр Союз Спас, такая организация вот существует. То есть у них есть программы, они обучают людей подготовки к оказанию и спасению на воде и выдают соответствующие предусмотренные документы. Также у нас подразделения еще есть аварийно-спасательные службы Тверской области. Они тоже готовят спасателей и тоже обладают таким статусом выдачи таких документов. Ну и соответственно сотрудники наши, как и сотрудники государственной инспекции по маломерным судам, тоже проходят такие курсы, обучение. Мы тем более проводим ежегодно тренировки. И не только со службами, которые осуществляют свою деятельность на водных объектах, но и в том числе пожарными частями привлекаются сотрудники. То есть у нас пожарно-спасательный гарнизон, то есть везде и могут как участвовать и в потушении пожаров, так и оказывать помощь на воде. И имеют соответствующие средства спасения, как и плавсредства нашей пожарной части. И могут оказать помощь. И такое уже бывало не раз. Пожарные? Пожарные. Но это те же спасатели. То есть у некоторых людей существует ассоциация, что пожарные... Это только в горячую избу может войти. Пожарную воду. Да, он проходит соответствующие тоже у нас обучения, проводятся тренировки совместные. То есть у нас специализированная пожарная часть, там особо ребята подготовленные, которые имеют такие. Ну и в других районах, особенно где нет подразделений ГИМС и аварийно-спасательных служб. То есть там уже непосредственно сотрудники пожарных частей, как бы мастера на все руки в этом плане. А что это за районы такие, где у нас нет ГИМС и почему? Ну у нас как бы не во всех подразделениях, районах я имею в виду есть ГИМС. Потому что ГИМС у нас осуществляет мероприятие именно в районах, где большее количество водоемов. Крупные водоемы. Да, ну например в Нелидово у нас нет подразделений. Ну потому что там речушка это... И поэтому у нас как бы надзорность там отдается на откуп одному там подразделению, находящемуся в Оржеве. А непосредственно уже если нужно оказывать помощь какую-то на водных объектах, то уже пожарная часть у нас работает в этом направлении и имеет соответствующие все вот эти моменты и проходит обучение ребят. То есть нету неоткрытых, так сказать, участков. Все равно где-то если какая-то существует ситуация нештатная, сотрудники МЧС там приедут и по мере возможности будут оказывать помощь. А если говорить вот о тех людях, которых обучили, то есть штатские, что называется, а какой-то реестр ведет сколько вот в регионе таких людей, прошедших обучение, имеющих право работать на пляже в качестве спасателя? Нет, ну а на пляже так и так должны быть спасатели, проходится ежегодное освидетельствование пляжа. Вот, то есть не просто разделы и все. Нет, нет, каждый год проводятся освидетельствования пляжа. Более того, там не только проверяется даже наличие вот этих спасателей, а в обязательном порядке сотрудники аварийно-спасательной службы проводят обследование дна перед каждым купальным сезоном. То есть и составляется все, что есть на дне, да, все это извлекается оттуда и пишется соответствующее заключение акта о водолазном обследовании пляжа. И он у нас хранится как бы весь пляжный сезон вот эти документы, что пляж подготовлен, пляж соответствует установленному требованию и может быть использован к эксплуатации в текущем сезоне. А на следующий год все заново происходит. То есть, чтобы человек не боялся зайти в воду на официальном пляже? И не только не боялся, и чтобы в первую очередь он не получил повреждения. Конечно, в этом плане, да. Да, обязательно. Поэтому в чем и есть безопасность. А в каких-то других местах, особенно у нас сейчас и молодые люди, да, как бы вот это наша тоже головная боль. Например, в городе Твери у нас несколько мест, где мы с ребятами, так сказать, воюем с молодыми парнями. Это в районе железнодорожного моста, где водозаборное стоит сооружение у нас. Они прыгают с него. Мы уже и как бы предпринимали там меры определенные. Оно не охраняется? Оно мы даже заваривали там с собственником, там проводили мероприятие, чтобы доступ. Но все равно ребята некоторые там пролазят туда и прыгают с него. В районе речного вокзала у нас, где вот причал, не основных кораблей, а ближе сюда к Тверце, тоже высокая там причал. Ребята прыгают с него, да, на Ленинградской заставе, вот это бетонное сооружение. У нас, причем в 2015 году там утонул житель Индии, ну, студент у нас учился, вот тоже неудачно спрыгнул. Разбился или... Он не разбился, он получил повреждения какие-то там видно на дне и не всплыл, когда он купался, прыгнув с этого сооружения. Поэтому всем ребятам ни в коем случае нельзя нырять. Это так кажется, да, ну, они, конечно, геройствуют друг перед другом, занимаются, может быть, там, спортом, плаванием, молодцы. Но в первую очередь нужно думать о безопасности, что можно неудачно спрыгнуть, неудачно на воду приземлиться и уже больше никогда в жизни не придется прыгать. Или инвалидом останется. Да, или остаться инвалидом. Но в большинстве случаев, да, это может привести к трагическим последствиям. Скажите, то есть, закрывая тему с пляжами, оборудованием, таким образом, если какой-то муниципалитет или как раз человек, построивший отель на берегу Волги, любого водоема, захочет оборудовать пляж. Какое его действие, что он к вам должен сделать и, соответственно, надо ли обратиться к вам? Ну, надо получить, в первую очередь, это заключение о состоянии воды, можно ли там вообще купаться в этом месте. Это, да, Роспотребнадзор, да. Да, и обратиться, да, как бы в ГИМС, в отдел безопасности на воде, в МЧС нашего. И мы, в первую очередь, дадим все те требования, которые предъявляются к пляжам. Если они будут, как бы, выполнены, мы ставим его на учет, этот пляж, освидетельствуем и допускаем их эксплуатацию. А вот подготовка тех самых спасателей тоже должны пройти люди обязательно? Да, обязательно в порядке. Мы дадим контакты, кто этим занимается, кто подготовку осуществляет. То есть, ну, это вопрос. Наоборот, мы заинтересованы в открытии больших пляжей на территории Тверской области. А вот эти спасатели должны быть один человек, два? Как вот, то есть, одного хватит, грубо говоря? Ну, нужно все равно смотреть в зависимости от территории, какой пляж, да, конечно. Может, где-то надо и не один, а где-то надо три человека или четыре. Нужно смотреть уже конкретно, по конкретному месту. Ну, хорошо. Если теперь переходим уже просто, да, ко всем тем местам, где люди купаются. Скажите, вот какие у нас самые опасные места? Вот мы все знаем про реку Тверца, конечно же, в первую очередь. По крайней мере, жители областного центра и окрестных муниципалитетов. Ну да, много дач у людей находится на Тверце. И течение неспокойное. Тверца такая, она, вроде она мелкая, да. Местами очень, по колено чуть-чуть. Но она мелкая, может быть, сейчас какой-то период. Она буквально за сутки может подняться на метр, даже и больше, что мы наблюдали в июне месяце. Уровень воды на Тверце, ну, превышал стандартный уровень для июньского месяца. То есть, в первую очередь, вроде зимой не было много снега, а воды было много, да. Все, наверное, обратили внимание на это. Но в первую очередь это связано, что у нас весь апрель и весь май шли дожди. Вот, поэтому накопилось много воды и в Вашневолодском водохранилище. А река Тверца, как известно, из него вытекает. Там стоит плотина. Вот, поэтому, когда открыли воду, соответственно, течение очень сильно увеличилось на реке Тверца. И поднялся уровень в июне месяце. То есть, он превышал метр на полтора, ну, среднегодовых значений. Вот. А вот эти водовороты тоже знаменитые, которыми она, ну, печально даже знаменит, в том числе и Тверца. Отчего так вот это быстрое течение, водоворот? Это все из-за того, что открывает когда... Ну, в связи с тем, да, то, что именно скорость течения. У нас невооруженным взглядом видно, что скорость течения составляет около 7-8 км в час. То есть, это быстрой ходьбы. А для сравнения, Волга? Ну, Волга, намного, конечно, потише. Она, ну, 3-4 км в час. То есть, два раза быстрее Тверца несет свои воды. Поэтому на Тверце нужно очень аккуратным быть. Вот. Потому что непонятные там места в плане... Раньше-то, ну, как бы на Тверце ходили судоходные она у нас была до определенного времени. Однако, русло все равно осталось. Где-то его затянуло, а где-то все равно остались ямы. Потому что человек, купаясь, вроде идет, идет, идет. И в любом момент может дна под ногами не почувствовать. Я это по себе помню. Да, там странно. На середине реки можешь быть мелко, а идешь вроде к берегу, а там все и глубже, и глубже становится. А течение сильное. А течение сильное. Подхватило. Если человек не умеет плавать, то это может привести к трагедии. У нас, тем более, трагический случай произошел буквально позавчера на реке Тверца. А что произошло? И где? В какой части? Это в районе Красного Бора, населенного пункта на Тверце. То есть, чуть в районе Красного Бора, где населенный пункт, ребята пошли купаться. Какого возраста? С 20-22 лет. То есть, взрослых парня, юрши. Взрослые парни, да. Один из них, оказывается, не умел плавать. И вот так же течение подхватило. Причем другие ему попытались. Один ему помогал. Он даже схватился за одного парня. Тот попытался выплыть. Буквально и глубина небольшая. Но у парня, видно, не хватило сил. И он захлебнулся. На ровном месте. Произошла трагедия. Поэтому даже... Трезвые, нормальные ребята, все, в колледже учатся. Ничто не предвещало трагедии. Поэтому, находясь на водоемах, нужно быть очень внимательным и очень аккуратным. А тем более, и родителям с маленькими детьми необходимо вообще глаз не отрывать от детей. Потому что случаи были, когда гибли дети на глазах у родителей. Это как? А вы сейчас как бывает? Родители отвлеклись, ничего не видели? Ну, а был такой случай у нас в Калининском районе. Приехала семья отдыхать на водоем. Даже пока вышли из машины, раскладывали, так сказать, пикничок небольшой. Решили отдохнуть. Собака забежала в воду. За ней ребенок семилетний. Ребенка подхватило течение. И буквально на глазах у родителей ребенок исчез. То есть, отец плавал, пытался и метров сорока ниже от этого места обнаружил ребенка. Спустя 15 минут, соответственно, ребенок уже был мертвый. И семь лет вроде не такой же, казалось бы, маленький. Там не трехлетка. Все равно, все равно, да. Поэтому детей ни в коем случае... А что за водоем был, где такое течение, что так подхватило? А это в районе Вазуза. Вот там вот речка есть такая у нас. Тоже небольшая вроде бы речка, собственно говоря. Я помню, она... Ну, потому что может быть поворот реки. Где-то течение посильнее, где-то течение медленнее. Поэтому непредсказуемые места. С детьми надо очень быть. Если вы пришли на водоем с детьми купаться, должны быть нарукавнички. Вот что. Тоже раз был спросить. Сейчас этого будет полно. Это раньше этого ничего не было? Конечно. Необходимо ребенку все равно одевать спасательные жилетики. А вот эти нарукавники, они на сколько действенны? Ну, все равно, во всяком случае, они могут держать на воде. Ребенка будет видно, он не пойдет ко дну. И что самое страшное, вот используют на плавсредствах. У нас некоторые родители не одевают средства спасения на детей. Типа, а ладно. Часто мы это наблюдаем. И у нас, в нашей области, были трагические случаи, когда ребенок падал с плавсредства и погибали. Потому что не было жилета. Потому что не было жилета. И нарукавники хотя бы. Да, это у нас в Осташковском районе был такой трагический случай, когда отец вместе с ребенком погибло. Наверное, помним такой этот случай. Несколько лет ребенка не могли найти. То есть, прошла мимо лодка, люди находились, семья, вот, отец, мать и сын, на надувном судне. Прошел какой-то катер, якобы, там, волной качнул, а ребенок упал за борт. Отец попытался спасти, не смог, и утонул сам. И такой же случай, вот, у нас произошел похожий случай. Уже в этом году, в Киморском районе, когда люди катались на гидроцикле. Про них я тоже хотел задать вопрос попозже. Есть такая, правильно? У нас момент такой, мы видели все этот случай, все разбирали его. То есть, тоже, ну, банальная неаккуратность, банальное пренебрежение правилами безопасности. Одного ребенка посадил в жилете, товарищ, а второго в гидрокостюме. Ну, думали, что все нормально, гидрокостюм и спасет, если что. Гидроцикл перевернулся, ребенок, который, девочка, находилась в жилете до берега доплыла, парень начал тонуть. Сначала вроде попытался человек спасти его, сам залез на гидроцикл, гидроцикл не заводится. Пытался опять его спасти. Утонул и молодой человек, и парнишка. То есть, элементарные средства спасения не были использованы. Поэтому, вот, пожалуйста, трагический случай налицо. С точки зрения тоже опасности, не опасности. Еще одно такое место есть, очень популярное для отдыха у тверичан, это карьеры. Тоже такой водоем, который как раз, наоборот, славится своей глубиной. Что можно сказать про карьеры? У нас сейчас на карьерах очень много отдыхающих. Да, там шлак-аншлак. Сейчас даже там, как бы, вот мы приезжали, рассматривали, там одни предприимчивые люди установили надувные горки, по которым в каких-то моментах ими не полностью выполнены были требования безопасности. Сейчас с ними проведена работа. Они тоже своих людей направляют, насколько мне известно, обучаться средствам спасения и методам спасения. Ну и посмотрим, будут ли они дальше работать у нас в этом направлении. Потому что мы объяснили, какие требования, что для этого необходимо. Хотя, когда... А что за горка? В чем смысл аттракциона? Человек скатывается, да? Ну, обыкновенная надувная горка, да, небольшая горка для лазания, так сказать, скалолазания, в которую просто с нее можно потом в воду упасть. То есть, и все это человек падает в воду, подразвивается? Ну, да, да. А берег там глубокий же? Ну, они прямо рядом с берегом сделали это место. Ну, что похвастаться, они всех, кто, ну, так сказать, допущен был, на всех детей одевали жилеты спасательные. То есть, в этом плане они как бы соблюдали меры безопасности. А суть нарушения в чем была? Ну, что они как бы официально не подготовлены были ко всем вот этим вещам. Поэтому сейчас с ними работа такая проводится. И муниципалитетам, и в том числе и нами. Ну, в целом, про карьеру, что можно сказать? Насколько это тоже надо быть там... Карьера у нас неофициальное место купания. Да, да, поэтому мы речь. Поэтому там надо быть очень аккуратным. Почему? Потому что берега крутые, потому что это карьер непологий. И около берега вода одну температуру имеет, а немножко подальше совершенно другую. То есть, холоднее намного. Вот этот перепад температуры, он тоже может иметь нездоровые моменты для человеческого... Ногу свести может. Может ногу свести, да. Может все, что угодно произойти. И нырнуть, и разница температур вот эта может сыграть свою нехорошую вещь. С гидроциклистами мы тоже там проводим работу. Потому что здесь немножечко даже возникает такие трения насчет купающихся и насчет... Катающихся. Катающихся на гидроциклах. Кто кому мешает. Да, потому что вроде неофициальное место для купания. И нет официального запрета для езды на гидроциклах. То есть, раз это не пляж, любители гидроцикла говорят, а в чем проблема? Где хайл? Что-то они катаются, да? Тем не менее, сами водители, которые катаются на гидроциклах, вполне нормальные взрослые люди. Это есть, если исключения могут появиться. Но в целом одни и те же. Они, во-первых, выставили там себе, так сказать, место, где они производят вот эти катания. И как бы основное количество людей, они стараются не подплывать к ним. Это если только какие-нибудь вновь появившиеся, которые не подплывают. А так, в принципе, это тоже люди вменяемые, понимающие. Причем они сами все в жилетах находятся. Мы неоднократно проверяли. Но, тем не менее, если есть нарушения, мы привлекаем к административной ответственности. Были у нас уже протоколы мы составляли. Сергей, еще такое место, тоже сейчас довольно популярно, всевозможные пруды. Знаете, там организуют платный отдых. Где-то просто порыбачить можно, где-то можно даже искупаться и так далее. Но ведь тоже зачастую люди проживают компаниями отдыхать, с семьями в том числе. Что можно сказать тем людям, которые именно выбирают в качестве места отдыха? А вот пруды, ведь пруд тоже, он как карьера, это тоже, по сути, небольшой карьер. То есть, как правило, это искусственный какой-то водоем, где, соответственно, берега крутые. То есть, какая-нибудь есть, например, в Торжокском районе такие места, там перегорожена речка дамбочкой. Вот тебе, пожалуйста, сразу небольшое водохранилище образовывается. У нас вот там в прошлом году под Торжком, кстати, случай трагический был, когда ребенок утонул. А что произошло? Ну, банально, у нас как бы все непредсказуемо, поэтому у воды надо быть очень аккуратным. Там просто небольшой, так сказать, мостик был. Вышел паренек на мостик, подскользовалась нога, да, 14 лет. Ну, тоже уже. Тоже уже, да, достаточно взрослый парень, да. Подскользнулся, упал и все, и не смог выпадать. Глубина больше двух метров, потому что в одежде находился. Он может быть не трезвый? Да нет, ну все... А, просто несчастный случай? Конечно, просто несчастный случай. Поэтому, даже вы, если берете с собой плавсредство, обязательно средства спасения должны быть. Обязательно спасательный жилет. А детей в обязательном порядке, даже катаясь на транспортных средствах, да, плавсредства. Судор ведь бывает, там аттракцион катания. Да, даже мы больше за другое переживаем. И когда видим, едет на лодке, да, товарищ, идет, и смотрим, на носу сидит ребенок, на носу лодки. Мы, вот это, как бы, неужели люди не понимают, что это, ну, если на волне подпрыгнуть, где угодно, ребенок не удержится. Бывалые судоводители знают и говорят у них пословицы, что за борт упал, то пропало. Понимаете, да? То есть, если у ребенка на ходу падает за борт, его практически спасти невозможно будет. Вот где таится, так сказать, опасность. Ну, и в целом, тоже, тем, кто, как раз, опять-таки, возвращаясь к разговору о прудах и выезжать отдыхать, даже, может быть, не предполагая какое-то купание, наверное, тоже все равно надо быть крайне внимательным, потому что, еще раз говорю, я это и сам из личного наблюдения берега, зачитываю, очень крутые, фактически, отвесные. Вот такие. Берега отвесные, дно неизвестное, там, может быть, иллистое, можно на самом дне провалиться, может засосать ногу, в любом случае. Поэтому, не зная броду, не лезь в воду. Если дети маленькие, то лучше, чтобы вообще не подходили. С детьми вообще только держать за руку, ребенка можно окунуть, чтобы охладить его. Ну, или просто посмотреть, что такое там, там, всякие утки плавают и так далее. Да, с детьми ни в коем случае нельзя допускать, чтобы ребенок один заходил в воду. Или подходил, опять-таки, просто еще раз говорю, в чем опасность прудов, что можно просто встать на окраин, поскользнуться и сползти просто в воду. Да, может быть, глинистый, может быть, дно, и буквально все, ноги поехали. Берег глинистый, скользкий, все, человек сползет, никто ведь даже ничего не заметит. Просто, учитывая, что приезжают отдыхать, во всех смыслах этого слова, просто в общем, тоже я к чему говорю, что это опасность таких водоемов, как карьеры, пруды, что очень ответственные берега. Очень ответственные. Поэтому тоже тут, конечно... Да, тем более, вот мы за год смотрим статистику, у нас примерно такое же количество случаев гибели на воде, как и в ДТП. То есть, 30-40 человек в год гибнет на воде. А это очень большие цифры. А если по процентам, то есть, сколько среди них пьяных, и сколько среди них вполне, как мы говорили, адекватных, трезвых людей? Ну, больше тонут, конечно, люди, находящиеся в состоянии опьянения. Вот буквально в субботу в эту, на Волге, где деревня Пасанково, утонул мужчина 50 лет в состоянии опьянения. Купаться полез? Конечно. Они причем до этого дня два где-то находились там в компаниях, там что-то отмечали. И мужчины пошли, с женщиной пошли охладиться. Женщина осталась на берегу, и вещи, товарищи этого остались на берегу. Мужчину буквально через час после того, как сообщение было, что он пропал, водолазы подняли со дна. Рядом находящиеся люди, которые вместе с ним потом пришли из этой же компании. Очень долго мы не могли еще и выяснить его личность, потому что все находились в приличной подписи. А, то есть, они не могли объяснить, кто это. Да. Поэтому, в крайнем случае, состояние опьянения, все, это гибель, в первую очередь. И таких случаев можно приводить сколько угодно. А в целом, статистика этого лета какова? Лето теплое, фактически с самого начала. Ну, были первые несколько дней холодные, помню. У нас уже 6 человек зарегистрировано, гибели на воде. А для сравнения, в предыдущие годы? В прошлом году, за весь у нас купальный сезон 20 человек. Хотя, ну, еще неизвестно, что нас ждет впереди и дальше лет. Поэтому мы стараемся... Теплое обещают. Вот выходные опять возвращение теплопогоды обещают. 26 градусов дают. Поэтому мы сейчас все усилия иммуниципалитетов, все усилия сейчас направлены. И даже сейчас и рейды проводятся в сельских поселениях. Мы вот сейчас смотрим, везде расклеивают листовки, чтобы призывать людей, чтобы они были аккуратны. Везде у нас в местах, где опасные места, выставлены аншлаги, что купаться запрещено. А по какому принципу действительно мы видим эти аншлаги? Иной раз просто создает впечатление у человека неосведомленного, что просто поставили лишь бы на всякий случай. То есть, по какому принципу вы определяете опасное место? Все равно место опасное. Оно не обследованное, неизвестно, что там находят. То есть, какое дно? Какое дно там. Поэтому и выставляются аншлаги. То есть, это не просто приха сотрудников ГИМСа? А выставлением аншлага муниципалитеты занимаются. Мы как бы просто собрались на эту работу. Но они по вашей рекомендации, или не просто чиновник там пришел? Нет, но у них специальные отделы существуют по гражданской обороне и защите населения. То есть, они мониторят, проводят все вот эти вот анализы и этой работой занимаются. Ну, то есть, вот возвращаясь к статистике, у вас этим летом работы точно больше стало, да, из-за теплой погоды? Ну, мы, как видим, у нас и больше обращений граждан в связи с регистрацией плавсредств. То есть, значительно прибавилось количество регистрационных действий. Много уже людей обращаются к нам для получения прав на право управления маломерными судами. Больше, чем обычно? Больше. Мы заметно видим прибавление числа желающих получить право такое управлять плавсредством. Но, в первую очередь, это связано и с повышением штрафов. В прошлом году значительно были повышены штрафы и административная ответственность. За что? За управление плавсредством не зарегистрировано, установлено. А, то есть, раньше было такое отношение к моторной лодке, как к велосипеду? Купило по... Ну, что-то типа такого, да. Тем более, у нас регистрации подлежат плавсредства сейчас двигатели, которых более 8 киловатт имеют, и масса 200 килограмм. Вот. Что под это подпадает? Какие плавсредства? Ну, все. Даже надувные некоторые плавсредства подпадают. То есть, надувные... То есть, двигатель, да. 10 лошадиных сил, двигатель, если больше, то она подлежит регистрации. Скутеры? В обязательном порядке. В обязательном. Да. Они не скутеры, а гидроциклы. Гидроциклы. Причем, ситуация какая с гидроциклами? Все бы их с удовольствием бы ставили на учет, если бы не такие налоги на них. То есть, сейчас в связи с увеличением штрафов все пошли ставить их на учет, но опять же поставят на плаву, ну, на сезон, когда его можно эксплуатировать. В конце лета все уже говорят, мы все равно их будем распродавать друг другу, как бы, чтобы не платить налоги. А штрафы сколько стали? А сейчас за управление, вот, не зарегистрировано плавсредство, штраф составляет от 15 до 20 тысяч рублей. А было раньше от 1000 до 2000. Потом немножечко повысили, там, с 2 до 3 стало. А вот с прошлого года, с 29 июля, уже штрафы вот эти все значительные. А за управление, не имея права управления, тоже от 10 до 15 тысяч. С того, кто не имел права, у кого остановили? Да, да, и понятие есть такая передача. А, то есть, еще и хозяин может. Да, может, да, такой же штраф может быть применен. То есть, к чему просто говорить стало больше? Это не потому, что вновь стала возвращаться популярность у всевозможных плавсредств. Помните, в советское время были какие-то огромные лодочные станции в том же самом городе Калинин? Ну, в Твери, в районе Кмаки, в Роминдалово. В связи с тем, что стали отдыхать здесь, как бы на местах, достали из гаражей, из подвалов. Ну, и тем не менее, все равно сейчас популярностью начинают пользоваться, особенно рыбаков у нас тоже стало много. Этот вид, так сказать, хобби и отдыха на воде, он развивается, поэтому все учатся и приобретают. А учат, опять-таки, управление, собственно говоря? Ну, конечно. Или человек пошел, купил и все? Нет, у нас и школа существует даже, но подготовиться можно и в порядке самоподготовки. То есть, обязаловки такой, чтобы необходимо... А может, стоит везти, все-таки это транспортное средство, по сути, которое развивает очень приличную скорость, на котором, как показывает статистика, сами знаете, можно не сбить человек, наехать на человека. Или даже врезаться в другое плавсредство. Сами знаете, происшествия всяких разных полно. То есть, по сути, как каранца, это такой же, как мотоцикл, по сути, только водный. И скорость развивает приличную. Но мотоциклы же нужны права? Ну, в первую очередь, необходимо, чтобы люди сначала теорию изучили. Потому что, например, нормативно-правовые акты достаточно широко, ну, разновидность большую имеют. То есть, это и кодекс внутреннего водного транспорта, водный кодекс. То есть, везде как бы отражены то, что должен знать судоводитель. Уже не говоря о том, что сами правила плавания. Но сами правила плавания, например, они утверждены приказом Министерства транспорта. И как бы переплетаются с правилами пользования маломерными судами, которые разрабатывает Министерство по чрезвычайным ситуациям. Поэтому люди обращаются к нам. Мы вот это разъясняем, где конкретно, что нужно. Потому что иногда человеку легче научиться самому управлять плавовым средством, а правил совершенно не знает. Так и машиной легче научиться. Отец научил, а это же ровно та же самая история. Ну, тем не менее, у нас школы существуют такие, и поэтому люди обучаются. А основные нарушения, которые допускают, вот мы уже говорили об основных, скажем так, нарушениях, которые допускают купающиеся люди. Это алкоголь, пренебрежение с средствами спасения для детей, особенно эти жилеты на рукавнике. А какие основные нарушения допускают люди, которые управляют плавовым средством, катаются, попросту говоря, по водоемам? В отношении, так сказать, безопасности, в первую очередь, необходимо соблюдать наличие самих спасательных средств, как я уже говорил. Во-первых, хорошо силы жилить дальше. Ну, по правилам, да, вот правила Тверской области у нас есть, где прописаны правила пользования маломерными судами. Например, на надувных лодках люди должны быть одеты в спасательный жилет в обязательном порядке. На гидроцикле, если? На гидроцикле, ну, тоже обязательно должны быть, да. Тем более, это плавсредство, которое, как правило, эксплуатируется на повышенных критериях риска, на маневрировании и так далее. Скорость определенная, высокая может быть у гидроцикла. Поэтому, упав с него, можно получить травмирование. А если ты находишься без жилета, у нас были случаи, когда человек катался на гидроцикле, элементарные правила не выполнил, то есть не пристегнул страховочную чеку, которую глушит двигатель в случае падения. И не было жилета. То есть упал с гидроцикла, гидроцикл продолжает движение. Он попытался его догнать. Вплавь. Ну, продолжает движение с минимальной скоростью, но тем не менее продолжает, потому что гидроцикл, так сказать, не заглох. Двигатель не выключился. Страховочная чека для этого предназначена. То есть она пристегивается к руке, когда человек падает. Ну, понятно. Да. И что произошло с ним? Грушится двигатель. Все, до гидроцикла не доплыл, и не доплыл до берега. А, слишком далеко уплыл. Потерял силы, да. Потерял силы и не доплыл уже до берега. То есть вот такой элементарный случай. На плавсредствах, как я уже объяснял, что необходимо иметь спасательные жилеты. Если это моторная лодка, люди должны просто иметь жилет. В лодке или тоже быть одеты? По правилам на надувных плавсредствах должны быть одеты в жилеты. Дети все должны быть. Не надувные, я имею в виду моторная лодка металлическая. Если металлическая, то жилеты нет, как правило, обязательного, да, одетого жилета. Но на каждого члена экипажа должен быть жилет. И в металлической лодке должен быть спасательный круг. А если говорить о яхтах, тоже, знаете, сейчас популярно. Это даже не то, что яхты бывают классические парусные с одной мачты, а вот яхты, которые даже скорее как, я не знаю, катера какие-то такие, где тоже люди, то есть там даже... Нет, ну там оборудуются... Какие древние катера катаются и плавают такие суда? Они уже идут как бы в составе самой яхты, спасательные средства в обязательном порядке. Это круги, есть такие еще концы Александрова, то есть это такая веревка с петлей, на которой поплавки сделаны. Поэтому нельзя не пренебрегать этими средствами спасения. В обязательном порядке они должны быть, потому что на воде может быть все, что угодно. И погода, она тоже втаит в себе столько опасности. Вот буквально там 2-3 дня назад у нас поднимается шторм, правильно, мы видим 10 минут назад. С утра причем солнце было абсолютно. Вот вчера даже такая погода была, вчера с утра было солнце. Да, и позавчера у нас сильный ветер был, да, буквально поднялся сильный ветер, и находясь на водоеме, и может лодку, все что угодно, сильная волна и опрокинуть, и если у вас нет средств спасения, вероятно того, что можно погибнуть. А тоже такие крупные водоемы, как наши озера Селигейр и прочие, насколько они в этом плане тоже опасны? Ну, Рыбинское водохранилище даже у нас. Волна при скорости метра больше уже 5 метров в секунду, уже волна начинается от 70 и выше сантиметров. То есть, некоторые у нас товарищи далеко очень от берега уплывают на тех плавсредствах, которые удаление от берега не больше 2-3 километров. Это какие плавсредства до 3 километра? Ну, те же надувные плавсредства. Поэтому здесь надо понимать, что если поднимется какой-нибудь ветер сильный, вас может унести, и вы ничего не сделаете. Поэтому такими тоже нельзя пренебрегать правилами. Даже был у нас такой случай, когда людей унесло, они даже в жилетах находились, мужчина с женщиной, упали за борт, и все равно человек, даже находясь в жилете, от переохлаждения... Ну, это, наверное, была осень или весна, да? Да, ну а какая разница? Потому что может быть все что угодно. Если ты находишься далеко от берега, может просто организм не выдержать какой-нибудь вот такой вот нагрузки. Ну, здоровье-то разное у людей. Я просто к чему спросил, потому что я знаю, к примеру, есть водоемы, ну, то же самое в Новгородской области, или, мне не там вообще говорят, очень опасное озеро, что там штор может возникнуть с нуля, что называется. Ну, и как и у нас, мы сейчас видим, вообще погода сейчас стала, ветер поднимается, вот эти встречи двух фронтов теплого и холодного, они вот несут вот эти все грозы, и он буквально возникает в течение 15-20 минут. Поэтому нужно, во-первых, выходя, если на большой какой-то водоем, обязательно прогнозы, интересоваться прогнозом погоды. И рассчитывать возможность своего плавсредства. То есть, опять на этой самой надуной лодочке, еще если на веслах, не надо уходить куда-то, чуть ли на середину озера. Да, то есть, надо понимать опасность того, что таит водоем, и не пренебрегать средствами спасения. Ну, это понятно, конечно, то есть, что нужно все вместе брать, и жилеты, и если дети есть, то, соответственно, вот эти самые нарукавники и все прочее. Ну, что ж, Сергей, спасибо вам большое. Мы, дорогие телезрители, специально, вот я просто так программу веду, вот из Сергея побольше страшилок вытащил, что называется, вот этих случаев, потому что это очень важно. К сожалению, люди наши, вот только на примере каких-то конкретных случаев, не просто общие фразы какие-то. Я думаю, все-таки нам удалось до вас достучаться. Это очень важно. Лето еще впереди, у нас много, что называется, осталось. Будем надеяться, погода будет хорошая, соответственно, будут очень многие идти к водоемам, ехать к водоемам с семьями, с детьми, самое главное. Поэтому, вот, пожалуйста, не пренебрегайте советами представителей МЧС. Это очень важно. Потому что, видите, сколько случаев нам сегодня Сергей рассказал, когда ничто, ничего не предвещало, и погода была даже хорошая, и люди были трезвые, молодые, сильные, прекрасные юноши, и тем не менее раз, и люди тонут. Поэтому будьте крайне осторожны, если вы отдыхаете на водоеме, даже если вы не собираетесь купаться, может быть, погода там прохладная, но все равно водоем рядом, и особенно, если рядом с вами дети. Поэтому не спускайте с них глаз, и будьте сами осторожны. А в целом, хорошего вам отдыха. Сергей, спасибо за участие в эфире. Спасибо, да. До новых встреч. Это была программа «Тема дня». «Тема дня».